Сегодня 27 октября среда и вот о чем выпуски. В Ачинске открылся новый кадровый центр. Главная цель у каждого работника в этом центре довести клиента до первой ступени карьерной лестницы. Здание больше, а безработицы должно стать меньше. Мы узнали, как так. Теперь и в торговые центры по QR-коду. Вводили QR-коды в Казани, Башкортостане. Это привело к тому, что просто торговые стояли пустые. Разбираемся, каких ТРЦ это коснется. Изготовление деревянных лестниц, мебели и предметов интерьера. Индивидуальный подход, только качественная древесина. Телефон 8 953 599 77 49. Деревня Зерцало, Деповская улица, дом 2А. Маска и QR-код. Вот мои документы. Именно так теперь будут говорить Ачинсы при входе в театры, музеи и торговые центры. Для одних это просто неудобство, а для других настоящая проблема. Тем более, что власти вход по кодам в торгово-развлекательные комплексы ввели накануне. Это стало настоящим сюрпризом для предпринимателей. Чего боится бизнес? Смотрите в сюжете. Мы обзвонили несколько крупных торговых центров Ачинска. Руководство одних уже думает, как организовать этот процесс и что для этого нужно. В других ждут команды сверху. Мы узнали мнение предпринимателей на этот счет. Большинство уверены, что это навредит бизнесу. Прошлогодний локдаун принес предпринимателям серьезные убытки. Пагубно. Пагубно? Считаете, что покупателей меньше будет? Да. Мы являемся товаром первой необходимости. Мы как работали, так и будем работать. Нет опасений, что покупателей меньше станет? Ну, опасения есть в связи с тем, что просто уменьшится трафик. Действительно, покупатели явно будут бояться, действительно ли будет действовать указ Путина, будет ли вот эта неделя нерабочая оплачиваться и так далее. Возможно, будут экономить на покупках и все. Конечно, опасения есть, потому что бизнес пострадает 100%. Аренду нам никто не отменит, налоги нам никто не отменит. За это все нужно будет платить. А все эти простое очень сильно будут бить по карману. Первый локдаун пережили очень тяжело, несмотря на эту дотацию. Вот вы сейчас придите и походите по торговому центру. Неужели вы не видите, что катастрофически нету людей? Мы просто сидим. Вводить локдаун нету никакого смысла совершенно. Людей просто нету. А вот в Томске бизнесмены только ждут подобных мер. Там, по словам предпринимателей, коды должны появиться с 8 ноября. Но и томичи считают, что это удар по бизнесу. Пока никакой конкретной информации нет, но мы все этого ждем, к этому готовимся. Конечно же, это скажется на покупательском потоке, потому что многие все еще отрицают систему, которую нам пытаются привить. И это обязательно скажется на товарооборотах всех магазинов, которые находятся в таком центре. Посмотрим, как она скажется на деле локдауна. И я не знаю, почему они готовятся. Чуткого понятия, какие объекты считаются торгово-развлекательными центрами и попадают под Куар-испытания нет. В Краевом правительстве сегодня дали разъяснение, каким ТРЦ придется соблюдать Куар-код. Как сообщают в пресс-службе, в список попадают все предприятия, где есть объекты культурно-досуговой деятельности. То есть боулинг, заведения общепита, детские игровые центры. При таком раскладе это коснется, например, торговых комплексов «Алмаз», «Фестиваль», «Кошкин дом» и другие. Всего в Ачинске, по данным мэрии, около 30 торговых комплексов. Добавим, полицейские продолжат проверять соблюдение масочного режима и других антиковидных мер в нерабочие дни. А вот следить за тем, чтобы проверки кодов были реальными, должны сами организаторы мероприятий и руководители торговых центров, пояснили в полиции. Отметим, есть вероятность, что недели дело может не ограничиться. Краевые СМИ сообщают, что власти всерьез обсуждают продление таких мер. Николай Черемных, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Это центр занятости, старое здание. А это новый кадровый центр, работа России. Тут не только масштабы другие, но и принципы трудоустройства. Снаружи это здание очень красивое. Давайте заглянем внутрь этого проекта. Первое, что бросается в глаза, это единый стиль. Все чисто и красиво. Здесь много места, и это все рабочие зоны. Конечно, новый центр строился по новым современным требованиям. Для автомобилистов здесь организовали большую парковку, поместьится примерно где-то 20 машин. Но и для безлошадных тоже очень удобно. Центр находится недалеко от остановки общественного транспорта. Но и самое главное, доступность для инвалидов и мам с колясками. Видно, что сейчас еще ведутся работы по озеленению. Но, как по мне, общие картины это не портит. Наверное, сегодня знаковое событие, что впервые у нас в Красноярском крае в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости» открыт первый такой современный центр занятости. Это знаковое событие для не только, я думаю, края, но и для всей России, потому что по всей России единицы таких центров занятости. И я думаю, именно этот центр станет методическим центром, куда будут приезжать и наши коллеги из края обучаться и принимать опыт точно так же будут приезжать из других регионов. Ну что, первый этаж мы осмотрели, идем на второй и чувствую, что там сердце этого центра. Это какой-то особый формат, который представляет, на мой взгляд, высокотехнологичный центр с каворкингами, зонами мастер-классов и тренингов, кабинетами тестирования. Теперь для работодателей есть своя зона собеседований и поиска кадров. Отмечу, что специалисты этого центра прошли дополнительно профессиональное обучение. Главная цель у каждого работника в этом центре довести клиента до первой ступени карьерной лестницы, начиная от составления резюме до адаптации на рабочем месте. Мы все хотим, чтобы наша служба на самом деле процветала, чтобы каждый житель города, не только города Красноярского края, имел достойную работу. И работа была высокооплачиваемой, достойной. А мы будем сопутствовать этому, помогать. На сегодняшний день наша главная задача – это для граждан, клиента ориентированность, выстраивание дорожной карты, сопровождение для получения конечного результата. Добавлю, что кадровый центр оснащен современной системой электронной очереди. В терминале с интуитивно понятным интерфейсом необходимо выбрать нужную услугу и взять талон с номером, дождаться своей очереди и получить услугу. Также в зоне цифровых сервисов соискатели могут получить бесплатный доступ к таким электронным сервисам, как портал «Работа России», «Госуслуги», интерактивный портал «Агентство труда и занятости населения края». Добавлю, что до 2024 года в крае в рамках нацпроекта «Демография» будут обновлены еще три центра занятости. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Уходят лучшие. Накануне не стала Альбины Валерьяновны Михайловой Гусельниковой. Заслуженная артистка РСФСР, почетный житель Ачинска, ветеран труда. Она была характерной актрисой и женщиной с характером. Ачинская Раневская. Она сыграла более 300 ролей на театральной сцене. Создала детскую студию. Ушла на заслуженный отдых, но не стала бывшей актрисой. И если бы у Ачинского драмтеатра была своя «Аллея славы», первой звездой непременно была бы Альбина Михайлова Гусельникова. В последний путь актрису проводят со сцены. Прощание состоится в пятницу в Ачинском драмтеатре. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Но Александр Лосев говорит, серьезные нарушения уже есть. ФСЗ-89. Это такие, как ластик, стекло, картон, шины. Вот какой вред они нанесли этим, сейчас эксперты проситывают. Превышение по азоту и хлориду, даже небольшое, по словам Лосева, губит почвенную микрофлору. А в природе все взаимосвязано. Дальше гибнет растительность, деревья. Ущерб, сколько не насчитают эксперты, придется возмещать группе СТК. Это предприятие сейчас эксплуатирует полигон, а значит, отвечает за все, что здесь происходит. Вторая проблема, а может и главное, что у полигона заканчивается срок службы. Разговоры, что свалка на грани закрытия, идут уже несколько лет. В апреле краевой министр экологии Павел Борзых во время рабочего визита в Ачинск тоже говорил, чуть не полгода осталось. Прокурор Лосев летом вынес предостережение главе Александру Токареву по ситуации с полигоном. Сегодня, по мнению природоохранной прокуратуры, опасения сохраняются. Полигон Ачинский, он действительно уже на грани его заполнения. В связи с этим, уже начиная с 2021 года, и администрация, и Министерство экологии начали проект по увеличению объемов, и в 2022 году будут земли дополнительные выделены. Там будут установлены, согласно проекту, новые участки для захоронения, складирования ТКО. И я надеюсь все-таки на то, что успеют и администрация города, и район Ачинского, и Министерство экологии все-таки ввести в эксплуатацию вторую технологическую карту. При неблагоприятном сценарии, по словам Лосева, прокуратура закроет Ачинский полигон, и властям городским и краевым придется решать вопрос, куда девать тонны мусора, которые ежедневно выдает Ачинск. Аптеки Живика обновляются в лучшую сторону и теперь называются Здрав Сити. Делайте заказ на сайтах или мобильном приложении Аптека Живика или Здрав Сити и забирайте в ближайшие аптеки. Аптека Здрав Сити. Еще больше возможностей. Магазин низких цен «Светофор». Чай принцесса Нури 81-20. Магазин низких цен «Светофор». Улица Дзержинского, 36. Только до 30 ноября минус 20% на обновление дома. Диваны, амулет и соренто. Сеть мебельных салонов КМК. Всегда удобно. Унылая осень, слабость простуды, плохое самочувствие и настроение. Иммунитет ослаблен. Как бороться с осенним авитаминозом, знают в губернских аптеках. В первую очередь портятся волосы, кожа и ногти. Комплексы витаминов, маски, шампуни и крема эффективно омолодят, придадут сил и наполнят здоровьем. Скидка 15% на всю серию Алирана. Это средство для ухода за волосами. Эффективное решение проблемы выпадения волос, укрепления и оздоровления ослабленных волос. Стимулятор роста для ресниц и бровей. Твоя здоровая осень вместе с губернскими аптеками. Приходите в фармацевтический центр губернской аптеки. Улица Кравченко, 7А. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8 983 575 46 66. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56 300. Автоцентр приглашает на работу мастера по ремонту грузовых автомобилей. Также требуется сторож Кочегар. Обращаться по телефону 3 60 02 или 8 913 535 29 92. Краевые власти продают Красноярск нефтепродукт. Это решение накануне озвучил Юрий Лапшин, председатель краевого правительства. Сегодня прорисовалась картина, кому и почему может быть продана компания, в которой почти 58% акций принадлежит краю. Приватизация, то есть продажа, запланирована на следующий год. По данным властей, КНП сегодня включает сеть из 172 АЗС по всему краю. Это привлекательный актив для инвестиций. В Ачинске тоже есть заправки КНП. И они в числе прибыльных. Это официальные данные, так что вряд ли новый собственник закроет их. Выручка компании за прошлый год составила 19 миллиардов, а чистая прибыль 94 миллиона. Краевое правительство рассчитывает, что бюджет региона получит солидную прибавку от продажи КНП, а сама сеть в частных руках получит новое развитие. Возможным покупателям Красноярск нефтепродукта эксперты называют Роснефть. Теперь продажу краевой собственности должны согласовать депутаты ЗАГСобрания. В трампарке при маневровых работах столкнулись трамваи. Эти фото сегодня разлетелись по соцсетям. Хотя все случилось еще в начале октября. Как сообщил директор горэлектротранспорта Дмитрий Назарчук, при перегоне вагонов на техобслуживание водитель двигалась задним ходом и протаранила другой трамвай. Ущерб составил больше 100 тысяч рублей. Его будет компенсировать виновник. По словам Назарчука, транспорт уже отремонтировали. Один вагон уже вышел на линию. Детские поликлиники Ачинска в первые дни ноября, объявленные менее рабочими, принимают пациентов по обычному графику. Это касается работы медучреждений с 1 по 3 ноября. По словам главного детского врача Александра Третьякова, все специалисты ведут обычный прием. Записи не переносятся и не отменяются. Исключение составляет среда. 3 ноября рабочее время сократится на 1 час. Как будут работать медики с 4 по 7 ноября, станет известно позднее. А вот энергосбыт приостановит работу офисов приема населения с 30 октября по 7 ноября. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидситуации в крае и решением правительства о введении в стране вынужденных каникул. Но отмечает при службе компании, начисления за октябрь и доставка квитанции будут своевременно. Единый номер оперативных служб 112 заработает в полную силу с середины ноября. Почти два года система была в тестовом режиме. 17 ноября на 112 можно отправить обратный смс. Также можно будет сообщать о происшествии через терминалы «Эроглонас», расположенные в новых автомобилях. Звонить на номер 112 можно круглосуточно для получения экстренной помощи. Ачинский и Нижний Тагил на время поменялись театрами. Актеры Ачинской драмки уже добрались до Урала и готовятся к постановкам. Напомню, наш театр участвует в федеральном проекте «Большие гастроли». Идея в том, что театры из разных городов едут друг к другу. К нам приехал Нижний Тагильский. Труппа также уже готовится к постановкам. На Урал Ачинцы кроме постановок привезли несколько грузовиков декораций. Как в телефонном разговоре поделились сами актеры, на Урале их встретили тепло и даже организовали экскурсию. В Тагиле Ачинцы покажут любимые в нашем городе Шайтан-Озера, «Летел и Тайл», а также комедию и детский спектакль. А актеры с Урала покажут горожанам спектакли «Идиот», «Ревизор», «Сказку о балде» по Пушкину и также комедию. Стартуют гастроли 28 октября постановкой «Идиот» и завершатся 31 октября. Три постановки Нижний Тагильский театр сыграет на сцене города К, одну в драмтеатре. Отмечу, что постановки «Идиот», «Ревизор» и «Детский спектакль» Ачинцы смогут посетить по Пушкинской карте. Справки по телефону на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok